Но не только особый режим сейчас с преградой для похода в лес. Пик клещевой активности традиционно приходится на конец мая-начало июня. Сегодня наша съемочная группа выехала в тайгу вместе со специалистами, чтобы оценить, насколько велика вероятность быть укушенным. Сантиметр за сантиметром захватывают клещи леса Иркутской области и нападают на тех, кто приходит на их территории. За последние два месяца от паразитов пострадали уже более 4,5 тысяч жителей региона. Но сегодня клещам предстоит примерить на себя шкуру жертвы, ведь на них объявлена охота. Эксперты и целая группа иркутских журналистов выехали в тайгу, чтобы опытным путем выяснить, как много паразитов в лесу. Наше главное оружие – специальное приспособление для ловли клещей. В общем, буквально через несколько минут я уже освоил это несложное удилище. А что? Обычная палка, кусок белой тряпки. И вот таким вот способом ходим и ищем клещей. Кстати, у нас тут даже образовался своеобразный спор. Журналисты какой телекомпании поймают больше всего клещей? Будем надеяться, что сейчас что-нибудь здесь... Свой первый улов мы выудили уже через несколько минут. И это вполне объяснимо. Количество клещей в Иркутской области – одно из самых больших по всей России. К такому выводу пришли специалисты Московского института дезинфектологии. Именно там собирают всю статистику по укусам. Так, только за 2015 год в стране от клещей пострадали более полумиллиона человек. Правда, эта цифра, более полумиллиона, она не отражает истинное положение вещей. Нападает, конечно, гораздо больше клещей. Не каждый человек обращается. И, в принципе, здесь велика, конечно, роль средств массовой информации. Нужно людям давать как можно более правильную информацию. Не допускать ошибок. Главная ошибка – надежда на репелленты. Все распыляемые вещества не дают стопроцентную защиту от укуса. А вот главное, на что стоит обращать внимание при походе в лес – это одежда. Не обязательно покупать дорогие костюмы. Достаточно надеть на себя штаны из плотной ткани и элементарно заправить их в носки. Но все же лучшую защиту может дать только специальная одежда. В числе прочего, она обработана и защитными препаратами. Сейчас мы проведем, подсадим клеща на костюм. Да, на ваш костюм. Не переживайте. У костюма стопроцентная защита от клещей. Вот мы подсадили костюм на костюм клеща. И он пополз вверх. Они всегда вверх ползают? Они всегда ползут вверх. Собственно, он отпал. И вот можно сейчас уже видеть, что от такого короткого воздействия корицидного препарата у него уже происходит паралич конечностей. За час мы с оператором поймали семь клещей. И этим результатом обошли другие телекомпании. Сразу после съемок каждый из нас осмотрелся на наличие паразитов. И это еще один очень действенный способ защиты. Ведь, согласитесь, гораздо легче предупредить, чем потом лечить. Евгений Шоев, Владимир Пинаев. Новости по будням.